Хотел сразу поблагодарить вас, спасибо, что пришли на наше мероприятие. Мы проводим сегодня презентацию нашей новой книги. Вот автор здесь находится в зале. Олег Владимирович Матвеев, профессор Кубанского госуниверситета. Наверное, все знают его. Василий Владимирович Воронин, старший научный сотрудник научной советского центра традиционной культуры. И я, Зубин Антон Иванович, заместитель заведующего научно-советского центра традиционной культуры. Данная книга была подготовлена нами в рамках социально значимого проекта, осуществляющегося на средства фонда президентских грантов. И сегодня вот этой презентацией мы этот проект закрываем. Проект можно считать выполненным. Это был комплексный проект, включал в себя ряд мероприятий. Но все они так или иначе были, преследовали конечные цели издания данной книги. Что это за книга? В общих чертах. Это оригинальное исследование, написанное в научно-популярном стиле, богато иллюстрировано. Где-то 90% материалов, которые здесь содержатся, это оригинальные материалы. Они нами были собраны в ходе историко-антропологических экспедиций, которые мы проводили в январе-феврале-марте 2020 года на территории Успенского района Краснодарского края, Красногвардейском, Шаргеновском и Кашхабльском районах республики Адыгея. Цель данной книги была изучение опыта добрососедских отношений, народов, которые населяют Кубано-Адыгское пограничье. Прежде всего, конечно же, это русские и адыги. Почему русские и адыги? Понятно. Потому что адыги – это коренное, автохторное население, титульный этнос. Русские, потому что их большинство, и именно эти два народа, конечно же, во многом определяют этнокультурный характер исследования региона. Но так или иначе, в орбиту этих взаимодействий попадали и другие народы, населяющие русско-адыгское пограничье. Это и чехи, и греки, и немцы, и эстонцы, и армяне, и многие-многие другие. Поэтому в данной книге отражены в том числе и современное состояние и вклад, который внесли в культурный облик этого региона и других народов. Ну, прежде всего, нам плавокорно удалось поработать в греческой общине села Трехсельского Успенского района с потомками эстонцев, которые с конца XIX века населяли, заселили, основали село Новоурубское, и чехи хутора Мамадцев. Вот. Ну, дело в том, что чем мы руководствовались, почему именно такая тема была выбрана, это изучение добрососедских отношений, а также взаимодействие народов в различных сферах. Это и воспоминания друг о друге в прошлом, это и связи на семейном уровне, это и хозяйственные какие-то связи, и прежде всего, конечно же, это взаимодействие, взаимовлияние в сфере культуры. На мой взгляд, эта тема не разработана должным образом. Я не хочу сказать, что в этой книге мы исчерпали. Мы наметили только какие-то горизонты и дальнейшие перспективы. Но мы все с вами видим, что негативная информация, то есть тема взаимных каких-то обид, она в СМИ и в контентах, интернет превалирует, конечно, над какими-то позитивными моментами. Ну и достаточно сказать, что и СМИ, в том числе, какие-то мелкие провокации сейчас раздувают до уровня каких-то глобальных масштабов. Ну вот эта история с заявлением, например, духовного правления мусульман России. Ну и таких много негативных моментов. И при этом полностью затушевывается, входит на второй план многовековой опыт конструктивного, взаимообогащающего общения народов, которые проживают на территории России. Вот об этом говорится очень мало. Между тем, эта информация, она, конечно же, очень важна и может быть использована очень эффективно и в работе администрации, и в деятельности национально-культурных центров и общественных организаций. Тем более, что вот тот небольшой кусочек земли, который мы взяли, территория пограничия русско-адыгейского, это вот как раз такой показательный пример. И, конечно же, эту тему можно разрабатывать на примере других регионов. Особенно вот регионов, где проходила граница, стык различных этносов, культур. Вот. И мы хотели более детально рассказать об этой книге уже на примере конкретных разделов. Вот. Ну, я вам сейчас читаю содержание этой книги, оно включается в следующие разделы. Это опыты добрососедства в исторических представлениях и местах памяти, земляки и соседи в зеркале идентичности, конфессиональных и этнокультурных стереотипов, хозяйственно-экономические связи. Это три раздела были написаны Олегом Владимировичем Матвеевым. Раздел семейной и социальной связи в поликультурном пространстве принадлежит авторству Василия Владимировича Воронина. И мой заключительный раздел, он был, касался как раз культурных и конфессиональных аспектов межэтнического общения и взаимодействия. Ну, сейчас по этим разделам немножко каждый завтра скажет несколько слов. Мы ждем от вас каких-то вопросов, замечаний, может быть, пожеланий. И в завершении нашего мероприятия каждому из присутствующих будет вручен подарок, этот экземпляр книги. На выходе вы можете их получить, расприсавшись в ведомости о получении. Вот, так что большое спасибо еще раз за визит. Я рассчитывал на большее количество, ну, таковые условия времени, что рассчитывать на большее не приходится. Ну, вам спасибо огромное. Вот, ну, теперь я хотел сказать несколько слов Олегу Владимировичу Матвееву по его, по разделам этой книги, за которые он отвечал. Добрый день, дорогие друзья. Антон Иванович обозначил проблематику, которой мы занимались. Прежде всего, хотелось бы, конечно, поблагодарить людей. Которые нам помогали носители традиции, уникальных исторических знаний, традиционных знаний. Это жители аулов Адыгеи, сел, хуторов русских, чешского хутора мамадцев, села Трехсельского греческого и эстонского села Новоурупского. Все оказывали нам содействие, и, конечно, эта книга получилась благодаря во многом людям. Краеведам, нашим добровольным помощникам, жителям, станичникам, хуторянам, аульчам. Первый раздел этой книги посвящен народным историческим представлениям. Это вопрос достаточно сложный, потому что народные исторические представления формируются. Это, скорее, средства общественного сознания, которые формируются на основе традиционных знаний, на основе средств массовой информации, того, что изучали в школе. То есть здесь речь идет о такой спонтанной, скорее, нежели научном видении, научной картине мира. Но, тем не менее, и народные представления, они очень интересны. И самое интересное, что в этих народных представлениях соседи и земляки пытаются так же себя и друг друга оценивать. То есть действует механизм баланса, характерный для поликультурной, полиэтничной территории, сдержанности. То есть преобладают комплементарные вещи в отношении друг друга. То есть стараются объяснить сложные, скажем, события, сюжеты из своей истории. Скажем, отношение к Кавказской войне, вот мы, допустим, ожидали встретить резко негативное со стороны адыгов. Но, тем не менее, к нашему удивлению, мы обнаружили, что люди пытаются объяснить столкновение интересов стратегических царской России и свободолюбивых, никогда никому не подчинявшихся горцев. Пытаются объяснить, что у каждого в этой войне была своя правда. С одной стороны, рассказывают о жестокости того же генерала Засса, скажем, или генерала Вильяминова, а с другой, сюжеты встречаются о том, что, допустим, черкесы украли дочу генерала Засса, и она настолько полюбила культуру адыгов, их этикет, что, когда они ее вернули, вот Засс предлагает не трогать черкесов. И вот эти сюжеты, балансирующие друг друга, они постоянно встречаются. И в отношении событий гражданской войны, и в отношении тяжелых сюжетов, связанных с нашей историей, с голодом, с репрессиями, указывается на роль русских учителей, механизаторов, трактористов, на добрососедские отношения в ходе совместной жизни, в непростых условиях Великой Отечественной войны. И говорится о боевом соратничестве, о боевом содружестве. Многие аулы и соседние станицы, и хутора связывают истинно побратимские отношения с соответствующими текстами, с соответствующими нарративами. Рассказывают о том, как во время войны оказывали поддержку. Такой персонаж очень интересный, как генерал-султан Клыч-Гирей, который во время гражданской войны командовал Дикой дивизией, а во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. Казалось бы, коллаборационист, все с этим понятно. Но в народных представлениях здесь скорее имеет место не коллаборант, а такой фольклорный образ, когда султан Клыч-Гирей обращается к людям, не важно, кто это, русские или адыги, и говорит им, что немцы пришли и уйдут, а вы будете здесь жить, поэтому живите мирно. Причем в черкесской версии это происходит так, что черкесы просят разрешение у султана Клыч-Гирей вырезать русских за Кавказскую войну. А он говорит им на черкесском языке, чтобы немцы не слышали, нет, этого делать не надо, живите мирно. В русской версии, в хуторе Дукмасов, Тихонов рассказывает, что приходят к нему бывшие кулаки, раскулачные, тоже просят сделать с красными. И султан Клыч-Гирей этого им не разрешает. И вот такие сюжеты мы записывали постоянно и в Уляпе, и даже в Успенском районе, и в Кашихабальском районе. То есть вот этот мотив примирения, он характерен для очень многих текстов и механизм баланса. Я также отвечал за раздел, посвященный хозяйственно-экономическим связям. Мы обнаружили, что они носили достаточно широкий характер. В общем-то, уже наш известный, выдающийся ученый, адыговен Михаил Владимирович Покровский, показал, что дореволюционные историки, они все сводили лишь к миновой торговле. Но на самом деле контакты были намного шире. Они преодолевали все полицейские припоны, бюрократические, которые имели место. И Фёдор Андреевич Щербинов в своих воспоминаниях, и Фёдор Иванович Елисеев, и Сифербей Сиюхов. Многие говорят о таких неофициальных, как Елисеев даже подчеркивает, интимных связях. И они имели очень широкий характер. Это и связаны были и с мельницами, и особенно с паромными переправами. Вот, например, Аула Дами, станицу Васюринскую, связывала паромная переправа, и Аула Ляб, скажем, и станицу Тингинскую. И здесь устанавливались совершенно иные взаимоотношения, направленные на сотрудничество, на взаимодействие, и даже на семейные связи, о чём скажет Василий Владимирович. Помогали, опять же, друг другу в сложные голодные годы, в военные годы, взаимодополняли своими системами жизнеобеспечения. И вот мы в музеях, скажем, наблюдали местных уникальные подсвечники, которые делали эстонцы. Изделия, выполненные на токарном станке черкесскими мастерами, люльки детские в ауле Хакурина Хабле, в музее и так далее. Вот эти все вещи были востребованы, очень ценились русские мастера, адыгские мастера, эстонские кузнецы, греки, механизаторы. И вот это взаимодействие имело место. Ну и, наконец, раздел, связанный с идентичностью. То есть попытались мы проследить проявление идентичности на этническом уровне, на конфессиональном, на уровне даже отдельных населенных пунктов, аулов. Ну, как это получилось, посмотрите. Но достаточно интересные вещи и стереотипы, в которые выливались вот эти наши записи, они представляют большой интерес. Но в целом представления друг о друге, повторюсь, носят весьма комплементарный характер. Скажем, адыги высказываются положительно о казачестве, причем о казачестве настоящем, которые иногда жили, о казаках, которые жили среди адыгов, и о казаках соседних станиц. Вот, скажем, Рауф Мурадинович Хурия из аула Кашихабль нам рассказывал о казаке из станицы Услабинской, который жил среди адыгов, об Иване Самуиленко, который уважал местные обычаи, никогда не позволял себе есть свинину. Его супруга, баба Нюся, как называли ее адыгейские ребята, постоянно угощала местных ребятишек. И вот он рассказывал, что мы были маленькими, весь день пропадали на лобу, а хотела съесть. Если придешь домой, то там заставят работать. А вот если к тете Нюся придешь, она накормит, и даст и хлеба, и яичек. И вот этого человека очень уважали. Ну, противопоставляет вот этим настоящим казакам, ненастоящих, ряженых казаков. Русское население, и казачье, и крестьянское, с которым мы имели дело, тоже достаточно сдержанно в отношении своих земляков и соседей, наделяет их различными комплиментами. Вот конфессиональная идентичность связана у русских с православием, но мы имели дело и, скажем, с субботниками, вот в станице советской. Причем субботничество там было настолько развито, что даже вместе учились в школе, и отдельные казаки-субботники даже служили в собственном его императорскому величеству. Конвой о таких фактах нам рассказывали. Что касается конфессиональной идентичности адыгов, то в ней она связана, конечно же, с суннитским исламом, но исламом традиционным и с архаическими верованиями во многом. Причем последние часто предпочтительнее, нежели догматический ислам, но об этом подробнее Антон Иванович расскажет. В целом, повторюсь еще раз, такая психологическая дистанция у традиционных этнических групп, которые населяли русско-адыгейское пограничье, очень близкая. Они так и называют, и говорят, что мы здесь живем одной семьей. Больше эта дистанция, скажем, по отношению к группам, которые недавно появились, это прежде всего курды, а также русские, которые приезжают сейчас с Дальнего Востока, с Сибири. Вот. И иногда даже нам вот казаки говорили, что мы больше находим общий язык с черкесами, чем вот с этими приезжими людьми. Вот. Поэтому еще раз хотел поблагодарить всех тех, кто нам помогал, и предоставить слово следующему автору. Может быть, вопросы есть? Да, пожалуйста. А вы отдельно разрабатывали опросники, да? Вот как вы беседуете? Это специально были опросники? Да. Официально был разработан вопросник, который касался полиэтничного и поликонфессионального населения. Естественно, в каждом, скажем, у Чехов, хутора Мамацева, или, скажем, у эстонцев мы старались придерживаться больше местной традиции. Но так или иначе, многие вопросы были связаны с взаимодействием. А как с Аулом Курбоковским у вас дела там происходят? Со столицей Советской? Вот. То есть, вот вопросник охватывал, прежде всего, механизмы взаимодействия. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в основном я по фотографиям вижу, что вы опрашивали людей старшего возраста, да? Да, мы старались... Именно историческое, вы скажете, да? Старожилов, людей пожилых, но не только, не только, скажем, ну и 45, и 50 лет у нас, тем более нас вот интересовала современная семейная традиция, скажем, приемные дети. И там иногда у нас в качестве информаторов и люди достаточно, ну, молодые, скажем так, высовывали. Спасибо. Я еще хотел дополнить информацию Олега Владимировича о теме фактами, на мой взгляд, очень интересных, о которых мало кто знает. Вот, например, в сознании адыгов современных казачества, ну, разумеется, не современное казачество, а вот потомки еще коренных жителей станичных, неоднократно выделяло, что они казаков выделяли из общей массы, по какой аналогии. Они их сравнивали со своими пши. То есть казак для адыгов, это был такой орк, ну, дворянин, благородный человек русского происхождения. И, естественно, этот факт вызывал уважение, несмотря на какие-то былые там стычки, обиды. В целом, конечно же, отношение уже в советское время было очень комплиментарно. И, кстати, нужно сказать, что появление первых русских жителей в аулах, которые мы исследовали. Но, например, Хатукай было связано как раз с этими трагическими потрясениями 20-30-х годов. Распулачивание, расказачивание, голодомор. И вот для примера можно привести биографию Бориса Павловича Семенютина, уроженец Аулахатукай. Сейчас он живет, по-моему, генерал, да, в Нелинске, полковник, да, в отставке. Ну, там известный на местном уровне человек. Вот его отец был как раз из тех, кто в 1932-1933 году сбежал из тюрьмы, которая, естественно, его дождала смерть. И, переплыв через реку Кубань, оказался в ауле Хатукай, где его принял местный адыг и втых старин, у которого не было сыновей. И он его там скрывал. И со временем, когда уже вся вот эта волна репрессивная прошла, он в итоге его, можно сказать, усыновил. Но при этом он не был не обращен в ислам, он не стал адыгом, хотя такие случаи тоже были. Вот, он ему дал участок земли, и он, в общем-то, всю жизнь рос как свой. То есть там не было никаких вообще разделений по этническому или религиозному принципу. Вот такие примеры, они есть буквально в каждом ауле. В каких-то случаях, да, происходила ассимиляция. Вот некоторые адыгские роды, они имеют русские фамилии. Например, там, Стрекачевы. Ну, это немножко залезло поле Василия Владимировича. Вот, что еще хотелось. По поводу, вот Олег Владимирович сказал, что современные жители, современные переселенцы, там, из Сибири, скажем, их как-то особо выделяют. Но при этом это тоже, наверное, феномен для Северного Кавказа, когда русские, которые приезжают из других регионов, селятся в адыгейских аулах. Такое, наверное, очень трудно представить себе в Дагестане, там, я уже про Чечни не говорю. И вот там были семьи, допустим, в ауле Уляп, они искали сив, огромную территорию России. В итоге осели в этом ауле среди адыгов. И для них это, они были заложниками стереотипов определенных, кавказских народов, что там сложно будет. А оказалось, что их приняли радушно, и вот они там живут лет пять, и абсолютно не чувствуют никакого дискомфорта. И в этом, наверное, конечно же, большое преимущество от республики Адыгеи в этом отношении. Вот. Ну, такое небольшое дополнение. А теперь я хотел бы предоставить слово Василию Владимировичу Воронину. Он отвечал за раздел книги, посвященной взаимодействию русских и адыгов в семейной и социальной жизни. Добрый день. Огромная благодарность всем присутствующим на эту презентацию. Ну и вместе с Олегом Владимировичем присоединяюсь. Большое спасибо тем, кто нам помогал, и кто нам, собственно говоря, рассказывал, открывал глаза на интересующие наши научные интересы. В целом, Антон Иванович начал говорить, действительно, в адыгской культуре есть целый ряд семейных родов, которые ведут свою историю, происхождение, имеют русские корни. Например, фамилия Иваноков. Ну, это Иванов, понятно. Урусовы, Ну, Тлепиевы. Та же легенда, по которой был мальчик русский, взят в плен, был воспитан в адыгской культуре, в адыгской семье. И когда хотели его женить, то старейшины собрались и решили, что не дадут ему фамилию этой семьи, которая его воспитала. А вот дали фамилию Тлепиев, если перевести, то это сын врага. Так вот образовался этот род. Так же вот фамилия Урусов. Тоже русский мальчик во время переписи вышел. И когда его спросили, где родители, а он не понимает, я русский. Ну, и вот дали Урусов, соответственно. Конечно, межкультурное взаимодействие проходит не только в рамках границ территориальных, но и в первую очередь на уровне семьи. То есть это брак, межнациональный брак. Там, где две культуры, собственно говоря, сливаются. Ну, альтернативы семьи еще нет. У нас цивилизация не придумала. Поэтому вот две культуры, когда сживаются на уровне семьи, это действительно уникальный случай. И межнациональные братья в свое время, особенно в 70-80-е годы, занимали достаточно большой процент в Адыгее. Но в последнее время этот процент уменьшается. Однако, как раз в тех населенных пунктах, где близость русских станиц, тот же Услабинск или Тимир-Бойерска, достаточно близко находится, то, соответственно, и количество браков возрастает. Чаще всего наблюдается брак между Адыгом и русской женщиной. Это наиболее чаще происходит. Конечно, русской девушке, не знающей всего, всех культурных особенностей, не зная Адыга-Хадзе, которая, собственно говоря, регламентирует жизнь Адыга, достаточно сложно. Но, тем не менее, бывают случаи, даже, вот нам рассказывали, когда уже знающие даже адыгский язык, понимающие, в меньшей степени, кстати, русские женщины говорят на адыгском, потому что стесняются этого. И вот рассказ о том, что, видя, что молодой человек берет замуж русскую адыгу, русская девушка, женщина, вышедшая гораздо раньше, начинает плакать, ой, бедная, она же русская, а он адыг, зачем же, она же не знает, куда она попадет, потому что жесткость культуры адыгской в семейном отношении, конечно, на высоком уровне. Но, тем не менее, даже адыги говорят, что, опять же, приведу слова респондента, у которого русская жена, да она лучше меня знает, всех родственников, она знает всех по именам, когда дни рождения, знает, что подарить им, то есть, а я, говорит, даже уже этого не касаюсь, она все знает. Вот показатель, как бы, того, что он гордится этой женщиной, русской. Конечно же, и в семьях таких дети воспитываются в адыгской культуре, но уже заметно влияние в каком плане? Это исчезновение языка, в первую очередь. Адыги сами понимают, что утрачивается язык. Это действительно большая проблема, когда даже адыгских семьях, которые переехали, уехали с территории Адыгеи, проблема языка очень высока. Ну, даже преподавание адыгского языка, для русских, конечно, адыгский язык очень сложный. В семье, когда говорят, точнее, в садике говорят на русском языке, в школе говорят на русском языке, в семье тоже автоматически переходят на русский язык, и, естественно, адыгский уходит на второй план. Конечно, это достаточно проблематично. что касается еще одного контакта, это, конечно, усыновление. Мы встречались с семьями, которые адыгские семьи, усыновляли русских детей, и зачастую это связано с тем, что для адыга построить большой дом, а затем воспитав детей, эти дети чаще всего разъезжаются, а дом пустует. Как говорят, дом не должен пустовать, эти семьи берут на себя воспитание русских детей из интернатов, сирот, обделенных, изъятых детей. Они берут на себя опеку. Эти дети воспитываются тоже в адыгской культуре, эти дети зачастую уже тоже знают адыгский язык, и, конечно же, они воспринимают уже приемных родителей как своих родителей. Были ситуации, когда вот такие дети тоже пытались взять фамилию своих новых родителей, но сами родители говорят, если был бы жив твой отец, вряд ли бы, он бы все равно дал бы тебе все, что мы дали. Вот так получилось, что не обижай своего отца, помни о нем, не обижай память о своем отце. Были ситуации, конечно, разные, когда и пример, насколько близко и дорого было воспитание детей. В ауле Хакурина-Хавле есть интернат, и в один момент был сильный снегопад, оборвало провода, не было электричество, и холодно, просто в интернате холодно. И тогда просто вышли с предложением, кто-нибудь, кто хочет, может, возьмите детей на время, хотя бы, и детей, естественно, разобрали, а им полагался сухпай. И вот один из адыгов говорит, ты что, зачем мне, я что, не могу прокормить еще одного ребенка, что ли, зачем мне брать это, как обида даже воспринималось. В целом, вся семейная традиция смешанной бракой, конечно, преобладала все-таки адыгская культура, но в социальном отношении те институты отолычества или куначества, конечно, они уходили в прошлое, мы уже записывали варианты такие разрушения этих институтов. Ну, например, адыги считали, и считают, что обязательно ребенку надо дать высшее образование. Ну, то есть, обязательно дать образование. В прошлом достаточно сложно было дать высшее образование без знания русского языка. И поэтому, имея знакомых, кунаков, друзей в соседних станицах, они просто-напросто отправляли своих детей жить в эти станицы у этих знакомых друзей, и они учились, ну, допустим, из аула уля отправляли в Тимиргоевскую, в Тингинскую. И там дети просто проживали и учили русский язык. Фактически это оталычество, такая новая форма оталычества, когда русские брали на себя воспитание этих детей. оталычество, которые известны. Да, Аутлев, например, всем известный исследователь, точно так же жил в станице Петропавловской, насколько я помню, и обучался. Маличгайсовичка. Маличгайсовичка. Да, вот у меня дед поддерживал отношения с кунаком, там в станице такой-то отец, а вот мне сейчас хочется поехать, я знаю, что там живет этот человек, как бы наследник фамилии, и хочется возобновить. Ну вот я все вот никак руки не дойду до этого, никак не получу. Но тем не менее, в памяти о том, что есть кунаки, многие даже присутствовали при поездке, вот он один из наших респондентов говорил, что ездил вместе с дедом в станицу Михайловскую, и вот его удивило, что как у нас, мы приехали, пока мы разгружались, женщины побелили комнату, где мы должны были жить, приготовили все, женщины не заходили, когда мы сидели, я-то в сторонке, говорит, маленький мальчик был, а там дедушка сиделся с казаками, забили барана, и при этом попросили прочесть молитву, чтобы он прочел молитву мусульманскую, чтобы можно было принимать ему пищу, то есть такие воспоминания присутствовали, ну и в заключении, наверное, достаточно интересный раздемок получился, хочется сказать о том, что так или иначе, это наверное все-таки на современном этапе не закончено просто научное исследование, а действительно исследование, которое открывает новые горизонты для современного изучения различных аспектов межкультурного общения, и даже на современном этапе это общение продолжается, и естественно без исследований обходиться нельзя. Спасибо. Есть вопросы к автору? Нет? Тогда позвольте, мне принадлежит завершающий очерк, который был посвящен культурному и конфессиональному взаимообогащению народов, населяющих русско-адыгское пограничье. Дема, на мой взгляд, тоже достаточно перспективное, и если мы обратимся к современным исследователям, то мы обратим внимание, что в основном какие-то факты межкультурного взаимодействия русских и адыгов, они апеллируют дореволюционным прошлым, дореволюционным источником, и часто одни и те же факты повторяются из исследования в исследование. всем известный расхожий стереотип это то, что казаки заимствовали черкесов форму, однако, если мы поставим вопрос по-другому, был ли это естественный процесс взаимодействия адыгов, казаки переняли у них национальный костюм, или все-таки это было официально спущено распоряжение форма военная казаку. То же самое касается темы заимствования в сельском хозяйстве. Часто говорится, что казаки у адыгов заимствовали фасоль, кукурузу, однако, это тоже вопрос, на мой взгляд, представляется дискуссионным. Все-таки появление у казаков этих сельхозкультур было следствием такого взаимодействия, или все-таки уже уровнем развития агрокультуры в Российской Америке. Тоже вопрос такой спорный. В нашем исследовании современном мы попытались углубить и расширить представление о таком взаимодействии, и в частности совершенно ничего не писалось в прошлом о взаимодействии в сфере духовной культуры. Ну, вот там у Попка были отдельные упоминания, что у черноморских казаков существовал обряд, ритуал очень похожий на тот, что был у адыгов, известный под названием Чапш. Это когда раненый казак, вот над ним там молитвы читали, спеснопения. у адыгов это обычай существовал очень долго, но опять же современные исследования на уровне современных материалов этот факт не подтверждается. В наших полевых исследованиях мы пошли по классической схеме, то есть выделили отдельные такие классические блоки традиционной народной культуры и материальной культуры в том числе. это жилище, пища, календарная обрядность, свадебная, ну обряды жизненного цикла вообще, родильная обрядность, погребальная, свадебная. И там мы выявили очень интересные такие факты, где-то даже такие эксклюзивные. Аналогичные исследования мы проводили и среди других этносов населяющих русско-регреское пограничие, прежде всего среди чехов, эстонцев и греков. Ну вот могу привести некоторые примеры, допустим, взаимодействия русских адыгов в сфере календарной обрядности. В Хатукае в частности был зафиксирован случай, что на то же крещение адыги также принимали участие в купаниях. Но однако вместо креста вырубали полумесяц. Также обычным таким явлением было вовлечение празднования русскими пасхи. Даже один из информаторов нам рассказывал, что бабушка, будучи ярой мусульманкой, пекла пасхи, в семье красила яйца и не видела ничего предосудительного и зазорного, потому что детям это очень нравилось. И сами дети, многие респонденты отмечали, что в детстве считали, что такие яйца вкуснее, чем обычные. свадебные обрядности тоже интересные моменты, вот такое взаимодействие оно приводило даже к установлению родственных и куначеских отношений. Владыка известен обычай, что накануне свадьбы невесту увозят в чужой дом, и пока она там находится, пока идут приготовления к свадьбе, она может там месяц-два находиться, и уже это считалось таким искусственным родством с тем домом, где она находилась. Так вот, многие бедные казаки, ой, адыги, которые, скажем, не имели возможности заплатить выкуп большой за невесту, они отправляли к своим друзьям-казакам в станицу, и невеста там находилась, естественно, что казаки тогда представляли собой мощную вооруженную силу, и адыги бы не решились там разыскивать казачьи станицы. Ну и потом невесту привозили уже с казачьим эскорпом в аулу, и вот такая свадьба получалась, адыга казачьи. И также напротив, наиболее зажиточные адыги, для того, чтобы установить такие скуначеские связи с статусными казачьими родами прибегали также к этой практике. И вот в частности наш, один из респондентов из аула Коноковской рассказал такой случай про свою бабку. Естественно, что эти связи искусственного породнения они сохранялись на очень долгое-долгое время. Интересные факты, казалось бы, это вродильные прятности. Ну, во-первых, это было обычным делом искусственное вскармливание, когда дружеские семьи на полевых каких-то работах женщины-адыгейки и женщины-казачки оказывались маленькими детьми и в случае каких-то необходимых отлучек они вскармливали этих младенцев и устанавливалось такое родство огромное. В советское время, это мы тоже неоднократно отмечали, получил обычаи, когда в кумавья брали адыгов, например, не ставил известных из православных батюшек, и вот, допустим, адыгеец мог покрестить русского мальчика, и вот эти связи, они адыгами тоже осознаются как священные, и вот, в частности, вот, в станице Советской мы отмечали такой факт, что родственные отношения поддерживаются между такими вот кумавьями. Вот. В погребальной обрядности тоже опять вопрос дискуссионный, но многие адыги считают, что традиция поминальных дней после смерти человека, она также пришла от русских, поминальных, потому что современный исламский ренессанс, местные мулы, имамы, они ведут с этим обычаем борьбу, считая его немусульманским, однако они подчеркивают, что это делается больше из рациональных соображений, потому что в отличие от русских у адыгов все вот эти поминальные дни, они проводятся с помпой, то есть почтение к своему умершему родственнику, оно должно проводиться с таким широким размахом, и вот духовные лица считают, что это непоговодное дело, когда человек просто стремится повысить тем самым свой статус, вот, между тем, как применительно к покойному все должно проходить очень скромно и без роскоши, ну, вот такая особенность национального менталитета, и многие старики вот именно представители старшего поколения адыгов, вот такие поползновения со стороны мусульманских духовных лиц воспринимают штуки, как покушение на свои исконные древние обычаи и традиции, хотя вопрос очень дискуссионный, может быть, вот эти поминальные дни, это как раз такой рудимент относительно недавнего христианского прошлого адыга, что адыги, как известно, мусульманами стали позднее всех на Северном Кавказе. Очень интересный пример, возвращаясь к календарной обрядности, был отмечен в Ауле Хатукай, один из старожилов рассказывал, что это было очень обычным явлением ходить адыгейским мальчиком с русскими ребятами во время святочных обходов, прежде всего на Новый Год на посевание. И это участие даже приводило к таким интересным курьезным случаям, когда адресаты, к которым они приходили, используют этих детей, которые традиции толком не знают, используют, чтобы потрунивать друг на друга. Ну там, пришли мы к деду, он рассказывает, а дед говорит, он попосевал, там все, говорит, сходи, вон там бабка живет на другом конце улицы, ты к ней пойди и пропой, я тебя сейчас научу. Ну вот он и говорит, пой так, говорит, сели, посеваю, на сторону поглядаю, чтобы хохол не увидал, под затыльник они были украинцами. Дон, я же маленький, я не знал, что такое хохол, он пришел, она, кто тебя научил, а где, ах вот такой сих пор. А дед казак. А дед казак был, ты так не говори, это нехорошо. И вот человеку это в память врезалось и стало как бы частью его культурной памяти. Ну, то же самое, наверное, конечно же, применительно к русским адыгам взаимоотношения в конфессиональной сфере, они носят такой очень точечный характер, в основном это на уровне каких-то бытовых ситуаций. Ну, например, там, Мухаммед Табухов рассказывал, моя бабка мне все время говорила, что вот, сынок, если помолиться тебе негде, ты можешь в православный храм прийти, совершить намаз, ничего в этом зазорного нету, также вот на уровне соседей, там верующая русская бабушка, верующая адыгейская, они очень уважали свою веру и наставляли своих детей и внуков, что вот Аллах так дал, то есть, если у человека есть своя вера, значит, это не просто так, это богоустановленный порядок, и покушение на этот порядок, это значит идти против Бога. Ну и вот похожие рассказы. Очень интересный материал, на мой взгляд, был собран в отношении проживающих других этнических групп. Ну, например, греки, с которыми мы беседовали в селе Трехсельском Успенского района, они появились относительно недавно на территории Краснодарского края, это переселенцы из Салкинского района, Грузинская СССР. Переселение это осуществлялось несколькими волнами на протяжении по сути двух десятилетий, с 30-х до 50-х годов. Эта группа этническая, она очень органично вливалась в состав на тот момент русского поселения Трехсельского. и сейчас на данный момент играет очень большую роль возрождение православных традиций. Эта община очень религиозная и по их почину были построены и часовня, и сейчас строится православный храм. и они внесли многие свои традиции уже в общую традицию современную села Трехсельского. Это особое почитание праздников пророка Ильи и Святой Марии, то есть Успения Пресвятой Богородицы. Каждый из этих праздников, несмотря на то, что богослужение ведет русский батюшка, православный священник, который приезжает к ним, тем не менее каждый из праздников сопровождается какими-то обрядами именно греческими, в которые вовлекаются все жители села. Это, например, жертвенное заклание барана или бычка названной праздники, когда на подворье часовни устанавливается котел, в котором варится шлю, ну и всех угощают. Ну и в самой культуре греки, конечно же, обогатили местную традицию, на уровне той же самой пищи, хотя пищевой кот у них такой, по сути, кавказский, все-таки они переселенцы из Грузии, и группа сама по себе очень интересная, поскольку это носители двух-трех языков, там часть греков говорит и по-гречески, по-русски, по-грузински, а другая часть по-русски, по-грузински, по-турецки. Ну это греки-урумы, и причем урумы, которые одни греко-язычные, другие тюнко-язычные, и в Грузии они делились эти греки именно по языковым признакам, а переселялись уже все вместе. Многие уже в 90-е годы выехали в Грецию, кто-то вернулся, но тем не менее община очень такая активная в общественном отношении. Общины современные эстонцев и чехов, ну их по сути, наверное, не существует как общин. Это одни из наиболее ранних этнических групп периода колонизации русско-адыгского пограничья. свои хутора они основали в последней четверти XIX века и на данный момент конечно же уже во многом они ассимилированы. Но тем не менее они также вот какие-то элементы эстонской и чешской культуры определяют культурный облик этих населенных пунктов. С чехами вообще получилась очень интересная ситуация. Они на начало XXI века оказались практически полностью ассимилированы. И сейчас у них происходит такой ренессанс вторичных возрождений вторичных форм своей культуры в связи с тем что в свое время брат первого президента Адыгея Джаримова с ходьбой Джаримов узнал что на территориях республики проживают Чехия. У него был свой бизнес в Чехии и он стал как-то увлекся этой темой стал привозить книги компакт диски всевозможные пособия словари и люди которые этнически уже не совсем в Чехии стали вовлекаться в этот процесс очень увлеченно все это изучать возрождать и сейчас у них на базе дома культуры существует ансамбль славянка который работает на стыке трех традиций русская украинская и чешская на мой взгляд это явление очень интересное заслужит отдельного изучения исследования я думаю что такие примеры вообще на территории Кубани тоже есть с эстонцами то же самое община практически ассимилирована однако какие-то артефакты они вот сохраняются это и на уровне архитектуры и современный вот оркестр духовой который существует еще с 1873 года он до сих пор действует и эта преемственность она никогда не прекращалась и нынешний руководитель этого оркестра этнический эстонец и некоторые даже жанры музыкального фольклора эстонского они в репертуаре этого оркестра присутствуют в частности эстонская полка также на базе местного ДК возрождаются какие-то традиционные исконно эстонские занятия в частности Наталья Геннадьевна Зикеева она вот занимается реставрацией традиционное изготовление эстонских шарей используя старинные фотографии носной старинной фотографии какой-то ветоши ей это удается вот так что тема на мой взгляд перспективно интересна именно в этом направлении продолжать изучение и полезна в том числе помимо того что интересно ну ваш вопрос дать а у эстонцев у греков ну у греков не понимаем национальная пища осталась у греков ну национальная пища у них осталась я уже говорил что она преимущественно кавказская но есть отдельный да там вирус есть некоторое обрядовое блюдо у греков сохраняется там тоннаминон фаин это такой молочный суп на троицу его изготавливают с добавлением освященного чабрица или там чуряк вот чуряк это на кажется на крещение пирог обрядовый готовится новатая ну там улики там у них вообще такой анекдотичный случай с интерьерю Василия Воронина когда на вопрос исследователя бабушка гречанка а на вопрос исследователя а что у вас готовили там на Рождество она говорит да у нас готовили все то же самое что и у русских хсацили хачеку а вот у эстонцев и чехов допустим чехи тренгельник делают что у них на самом нет у них сохраняются некоторые блюда они здесь перечислены я просто чтобы не в названиях не запутаться они есть но там тоже все это надо проверять то ли это у них исконно готовилось то ли это они уже сейчас там побывав в Чехии ну хотя в некоторых случаях они делают отсылку к своим бедам что вот у нас это всегда было вот и вот в частности один это не пища касается свадебной обрядности один из чешских обрядов ритуалов замена чипца невесты он стал таким общих хуторским обязательно то есть он вошел в состав именно славян восточно-славянской свадебной традиции и он может быть как это сказать из-за того что используется как наиболее яркий еще сценическая деятельность он получил дополнительный импульс и что самое интересное что этот обряд повивания чипца был зафиксирован в случае когда даже в адыгейской свадьбе там речь шла правда это была учительница адыгейская свадьба проходила в мамации то есть они одну свадьбу делали по-русски в мамации а уже адыгейскую свадьбу делали в гулях такие такие вот интересные бывают переплетения этнокультурные что за обряд повивание чипца замены перемены смена прически смена прически с девичьей на женскую там исполнение песен на фоне обрядовых песен такой яркий обряд с элементами игровых шуточных дарят сопроводить дорогие уважаемые поливия я хочу задать вопрос который частично уже сейчас последние слова звучат немножко в другом ракурсе вот как известно наличие в каких-то населенных пунктах адыгей или знаменитых фольклорных клубных коллективов детских студий с сильным руководителем векут такую картину что в них ходят в таких регионах дети разных национальностей мы знаем это по картине например ансамбля комплекс аксамбль Звойница который работает в Майкопе мы знаем что там многонациональный состав мы также знаем что в ансамбле адыгского танца такие как безладные детские групп студий ходят много неадыгских детей например там детей русских неинтересовались ли на мой взгляд этот фактор который может повлиять на развитие культуры будущего неинтересовались ли неинтересовались ли как родители инициатива это пожелание детей или родители отводят в плане того чтобы получил художественное образование хорошее или это по разным причинам происходит это явление конечно не старшее поколение касается уже младшего и среднего да мы с такими фактами тоже сталкивались особенно это касается населенных пунктов которые не являются мононациональными есть представители других этносов или там паритет сохраняется между адыгами и русскими в частности вот аул Хатухай ну там адыгов всего 30% по-моему единственный аул где адыгов меньше ну один из немногих аулов вот и там на базе местного дома культуры действуют как русские коллективы творческие так и адыгские естественно что они интернациональны допустим в русском коллективе там даже курды ходят вот ну это наверное решение ходить ребенку или не ходить там оно не связано с какой-то особой рефлексией вот что касается адыгов во многом такое желание отдать ребенка скажем в танцевальной там кружок какое-нибудь оно объясняется открытостью самой по себе адыгской культуры как для них они очень охотно и интересно вовлекать в свою сферу представители других национальностей и русские которые там живут естественно что отношения очень комплементарны там ну я нет такого действительно это адыги это не Дагестан там не Чичья там все очень комплементарно и люди которые не адыги которые живут среди адыгов они втягиваются в эту культуру она им очень интересна она им любопытна и само расположение добрых людей оно собственно создает такие естественные условия чтобы дети занимались этому никто не предоставит прежде всего со стороны представителя который ведет свою национальную культуру в рамках того или иного коллектива добавлю это не это как бы там вопроса даже такого не стоит кто там инициативу проявляет оно как-то само собой естественно происходит был респондент Михаил Григорьевич Сайцев у него внук красногвардейского лауреар танцев именно адыгский когда я спросил ну вот как он воспринимает и я так понял с ответа Зайцева о том что это форма некой соревновательности внук уже воспринимает это даже не сколько даже как танец а как спорт то есть он выигрывает адыгов в их культуре и это уже вот как бы показатель того что он себя как бы ставит вроде как наравне с ними но это соревновательность все равно потому что это уже присуждение каких-то мест и прочее потом что касается хореографических коллективов кружков на уровне аула то сейчас вот эта тенденция то что это стало модным среди молодежи и даже вот старики они говорят что у нас в советское время такого не было мы стеснялись многие действительно не танцуют сейчас молодежь адыгская она танцует практически все вот естественно это такой мощный импульс который в глазах молодого представителя эгнуса повышает статус в этой культуре традиции это считается элементом такой моды в этой культуре я хочу добавить что-то еще очень интересный аспект этой темы это обучение профессионально в учебных заведениях студентов вот хоть наше взять вот эти недовольные кафедры да других национальностей допустим декоративно прикладному искусству тоже подтвердите что у вас есть студенты не ну вот есть адыгей или кто там по национальности у нас обучается при этом вот предметы многие которые они на восточнославянском материале даются то есть в принципе технологии которые они не могут мы сейчас не можем занять допустим у студентов адыгской национальности всех только их должны проходить в общей группе какие-то вещи они тоже слушают фольклор и этнографию восточных славян то есть здесь не только участие в клубном заведении но и образование образование которое они сейчас получают выбирая вуз или там колледж уже вращаются на ту программу которая здесь тоже есть определенный момент который в перспективе как-то скажется на этих взаимодействиях ну здесь вот из нашего опыта исходя здесь есть знание и познание традиции или освоение мы даем как бы знание о там славянской традиции адыгам у нас девочки учатся например все уновки там лесника даем знания познания мы больше конечно делаем их культуру она ходит по аулам изучает свою культуру и так далее а вот знание различных это взаимодействие знание она должна знать на сегодняшний день она должна знать и нашу культуру и эту культуру и западной европейской это общее образование а есть понятие освоение практическое вот здесь мы делаем очень тонкую грань вот в своем опыте я кстати на последнем семинаре который мы будем проводить об этом буду кстати говорить о национальных подготовке кадров области национальных таких подробностей хатука и русские дети занимаются золотые жительства знание что есть бог да все знаем а потом а какой он бог дальше пошло познание понимаете так вот познание больше мы делаем упор на свою культуру ну как бы познание своей культуры а знание то что есть общая есть какие-то вопросы спасибо еще вопрос ну в общем завершение хочу сказать что надеюсь вам понравится мы старались выполнять добросовестно еще раз повторю что 90% это материалы наших интервью 90% информации 90% иллюстративного материала фотографий также были сделаны в ходе экспедиции мы старались избежать какой-либо политизации этой темы все довелось очень нейтрально и надеемся что наш труд он все-таки принесет какую-то пользу и наметит горизонты дальнейших исследований межнациональных взаимодействий взаимовлияний на уровне Краснодарского края Республики Адыгея в дальнейшем большое спасибо все участники сегодняшней встречи могут получить книгу бесплатно можно я сейчас договорю о порядке и 6 ноября 2005 года мы проводили научно-практический форум в городе Майкопе на базе Адыгейского госуниверситета как раз посвященный данной проблематике сборник материалов этого форума вы также можете приобрести бесплатно расписавшейся ведомости если еще кто-то готов что-то сказать пожалуйста я хотела бы поблагодарить весь ученый ваш коллектив который сделал такой огромнейший вклад хотя вы говорите что это начинание какой-то проблемы но вы всегда ваш коллектив всегда был именно как раз уступок начинания многих проблем которые изучались потом в том же числе или в стенах многих вузов учеными уже вузов поэтому я очень хотелось поблагодарить от имени нашего конститута культуры здесь и студенты аспиранты присутствуют сейчас манистранты и так далее преподаватели за тот вклад который вы внесли и то что мы будем стараемся вам в чем-то это нужно помочь дальнейшему разработке таких вопросов сейчас мы можем узнать и возможно нам это поможет ваши помогают ваши разработки помогают и нам то есть вы в передней планете как говорится все в этом плане у нас на Тубане и вообще-то я в России много езжу по России значит ваш коллектив занимается конечно очень глобально и очень широко и по всем почти параметрам с административной культуры спасибо вам большое успехов удачи удачи